Итак дорогие друзья, я снова приветствую вас на нашем канале новых технологий. С вами Юля и прежде чем я начну обзор, хочу сделать ударение на наши праздничные заставки, чтобы вы просто улыбнулись в преддверии новогоднего праздника. Но я сегодня буду говорить о компании Huawei, которая провела презентацию, где и представила свой первый складной смартфон Huawei P50 Pocket, главными особенностями которого стали стильный изысканный дизайн и отличное качество материалов. Huawei привлекла голландского дизайнера Ирис Ван Херпен из сферы высокой моды для создания премиального дизайна с вычурным узором специально для P50 Pocket. И кстати именно в этом дизайне, который называется премиальный золотой, смартфон будет доступен на глобальном рынке. И вторая расцветка – белый бриллиант, имеющий покрытие, похожий на граненый драгоценный камень, будущий классический черный цвет. В общем, дорогие друзья, шики красота для людей, любящихся гламурное и необычное. Плюс многомерный шарнир, усиленный инновационными материалами, который легко складывает смартфон экраном внутрь и также легко разворачивает без каких-либо признаков складки на экране, превращаясь в полноэкранный смартфон. Ну что ж, надо признать, что выглядит это все достаточно красиво и интересно, и сам смартфон в сложенном состоянии действительно очень компактен. Huawei так и заморочились на дизайне своей новинки, чтобы впечатлить по максимуму. На тыльной стороне расположили один круглый блок с тремя глазками камер и вспышкой, и под ним круглый дополнительный экран, размером 1,04 дюйма, разрешением 340 на 340 точек и плотностью пикселей 328 на дюйм. Частота обновления составит 60 Гц с частотой опроса сенсорного слоя 120 Гц. Экран умеет отображать время, дату, уведомления, звонки, виджеты, погода, управление музыкой и многое другое. А также простым прикосновением на экран можно делать селфи на основную камеру. Впечатляет, если учесть, что смартфон при этом не нужно полностью разворачивать. Но есть еще функция Sunscreen Detection, которая якобы может определять состояние кожи лица, чтобы напомнить об ее защите, но если есть проблемы. Теперь, дорогие друзья, смотрим на лицевую панель Huawei P50 Pocket и видим здесь 6,9 дюймовый OLED-дисплей разрешением 2790 на 1188 точек, плотностью пикселей 442 на дюйм, частотой обновления до 120 Гц и частотой дискредитации сенсорного ввода до 300 Гц. Соотношение сторон будет 21 к 9, но и сам дисплей обеспечивает 100% цветовой охват DCI-P3 и имеет технологию регулятора затемнения ШИМ с частотой 1440 Гц, что обеспечивает комфортный просмотр даже при слабом освещении. Ну и теперь, дорогие друзья, основные камеры, которых здесь три. Это главный модуль на 40 Мп с диафрагмой f1.8, второй широкоугольный модуль на 13 Мп с диафрагмой f2.2 и углом обзора 120 градусов, и третий суперспектральный модуль получил 32 Мп и диафрагму f1.8. Он призван улавливать более широкий диапазон цветов. Также в основной камере заявляется новая технология Ultra Spectrum Image Technology, включающая в себя оптику Huawei XD и True Chrome Image Engine, которая оснащена модернизированной системой измерений окружающего света, широкой цветовой гаммой f3 и более чем 2000 уровней цветовой регулировки. Все это призвано максимально улучшить четкость изображения и видимость света. Есть еще и такая фишка, как возможность съемки во флоресцентном режиме, чтобы запечатлеть то, что не видит человеческий глаз. Отмечу еще и наличие фазового и лазерного автофокуса, цифровой зум, аудиозум, запись видео в 4К разрешении и замедленную съемку. А вот фронталка, дорогие друзья, имеет разрешение 10,7 Мп с диафрагмой f2.2. Немного, но если учесть, что дополнительный экран на тыльной стороне позволяет снимать селфи на основную камеру, то на мегапикселях по фронталке можно и сэкономить. Кстати, функция разблокировки смартфона своим лицом на обоих экранах также присутствует. Ну что ж, уважаемые друзья, с камерами и экраном разобрались, а что же там с производительностью? Новый чипсет от Qualcomm Snapdragon 8G1 пролетел над Huawei P50 Pocket, как фанера над Парижем, и остался старый верный Snapdragon 888, да еще и без возможности подключения к сетям пятого поколения. Huawei, как всегда, заверяет, что ее смартфон почти не отстает по скорости от 5G интернета, но и за графику отвечает чип Adreno 660. Также, зная проблемы Snapdragon 888 с перегревом, новинку оснастили системой жидкостного охлаждения, которая и призвана обеспечить быстрое и стабильное рассеивание тепла. Что касается оперативной памяти, то здесь ее будет 8 или 12 ГБ стандарта LPDDR5, а вот в встроенной памяти заявлено и 256, и 512 ГБ формата FS3.1. По поводу звучания можно отметить, что аппарат не получил стереодинамиков, но зато есть фирменная технология Huawei Histon Audio, которая в принципе и улучшит звук. Что касается питания, то емкость аккумулятора составит 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки. Ну и сам смартфон поставляется с новой операционной системой Huawei Harmony OS, которую компания представила в ответ на решение Google прекратить лицензирование своего программного обеспечения для Android. Что еще можно отметить, так это боковой сканер отпечатков пальцев, разъем USB Type-C с поддержкой OTG, но не будет 3,5 мм аудиоразъема. Сети в новинке представлены 2G, 3G, 4G LTE, VOLTE. Беспроводный интерфейс – это Wi-Fi 802.11, работающий в двух диапазонах, и Bluetooth с версией 5.2. За навигацию будет отвечать двух диапазонах GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Ну и габариты в разложенном и сложенном состоянии, уважаемые друзья, перед вами. Huawei P50 Pocket уже доступен для заказа в Китае, и его цена составляет 1411 долларов за базовую модификацию черного и белого цвета на 8 и 256 гигабайт. Специальная золотая версия на 12,512 гигабайт оценена в 1725 долларов. Международный релиз будет объявлен позднее. Все ссылки на продажи этого аппарата, если таковые уже будут доступны, мы, как всегда, разместим в описании под этим видео. Ну что, дорогие друзья, можно сказать и в итоге. Впечатления от новинки Huawei неоднозначны. С одной стороны, необычная конструкция смартфона, его красивый дизайн и дополнительный экран на тыльной панели. С другой стороны, обычный передний экран, нет стереодинамиков, отсутствует 5G и сам модуль NFC, хоть и есть, но без поддержки сервисов Google. Стоит ли это таких больших денег решать вам? Ждем ваши комментарии по поводу этого смартфона. Но я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами. Всем отличного предновогоднего настроения и не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. И тех, кто еще не подписался на наш канал, не забудьте подписаться. При этом нажимайте на колокольчик, чтобы одним из первых получать новые видео с нашего канала. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok